друзья всем привет сегодня готовим дневное меню завтрак обед ужин и два перекуса это пример хорошего такого рационального меню на каждый день на котором вес будет очень хорошо уходить итак приступаем хочу напомнить вам очень вкусный простой рецепт сырничков сделаем их на завтрак нужна пачка творога 180-200 грамм добавляем к ней 20 грамм любой цельной зерновой муки у меня кукурузная можно взять рисовую можно взять пшеничную перемешиваем добавляю немного ванилина соль я использую всегда морскую соль и сахарозаменитель перемешиваем нам понадобится яйцо но только желток я сформировала вот такой вот шар при необходимости творог бывает разный при необходимости добавляйте немного муки мне сюда для этих сырников больше всего нравится кубанский молочник но сегодня у творог из вкус вела вот он такой немножечко более мягкий так вот так вот раскатываем колбасочку небольшую и формируем 3 толстеньких сырничка сформировали такие три сырничка чтобы они у нас получились прямо такие вот ровненькие я буду использовать вот такую штучку для формирующей вот так вот таким образом вот видите какие у нас получается кругленькие выкладываем наши сырнички на сухую антипригарную сковороду и до румяной корочки их зажариваем где-то по 30 секунд с каждой стороны обжариваем со второй стороны как только сырнички наши обжарились проверяем это и перекладываем в формочку отправляем в духовочку на сто восемьдесят градусов всего на пять минут больше не надо нам понадобится для соуса цедра апельсина апельсин разрезаем на кусочки и отправляем в блендер получилось вот такое вот апельсиновое пюре оно само по себе уже очень вкусное ароматное апельсин у меня сладкий так что сюда ничего больше добавлять не буду но при желании можно добавить допустим имбирь корицу или немного ванилина сырнички готовы ой горячие выкладываю их на тарелочку так сырнички мои готовы немножечко посыпаю их цедрой апельсинчик а и добавляю в качестве соуса апельсиновое пюре попробуем что у нас получилось я вообще очень люблю сырники отличные на второй завтрак сделаем запеченные яблоки по рецепту из журнала который бесплатно давали в магните под новый год вот здесь уже почти на калорийность 157 калорий у меня как раз все что надо есть так я взяла три яблочко я их вот таким образом очищу вырежу сердцевинку как бы вороночкой наша задача вытащить все семечки но не прорезать яблочко до конца чтобы нас получился такой яблочный бочонок делаем начинку 4 чайных ложки кедровых орешков сок одного апельсина в рецепте но я буду использовать пюре апельсиновое которое у меня было на завтрак у меня как раз здесь осталось достаточно и мед в рецепте 4 столовых ложки но я ограничусь двумя потому что мед необходимо ограничивать для улучшения работы печени для оздоровления печени когда мы худеем оставила сразу яблочки форму на случай если у меня здесь что-то прольется и накладываю начинку я у меня еще осталось знаете приличное количество начинки может быть не какие-то большие яблоки у меня вот так ставим на 15-20 минут на 180 градусов так яблочки готовы готов мой второй завтрак сейчас попробуем вообще запеченные яблоки вкусный десерт я бывает делаю в микроволновке 120 грамм здесь всего вообще хочу сказать что маловато поэтому я дополню сейчас каким-нибудь еще свежим фруктом сначала поем яблочко конечно попробуем не забыла в рецепте советуют посыпать цедрой апельсина она пахнет конечно просто аромат просто сумасшедший медом апельсином я не знаю это вообще просто потрясающе такой зимний аромат можно еще корицей мне кажется посыпать корица здесь будет очень кстати да друзья это вкусно вы знаете но есть легкая горчинка даже не знаю от цедры или просто от апельсина и яблоко несмотря на то что я прибавила еще 15 минут и делала его 30 минут оно все равно такое знаете не прям не развалилась вот но определенно это очень полезно это очень полезно с точки зрения фигуры и здоровья к своему яблочку я добавлю еще свежую грушу 198 грамм и получится у меня как раз в районе 300 грамм для обеда я возьму два филе куриных бедра на 300 грамм у меня будет здесь две порции если что это можно и на ужин потом оставить вот его нужно достаточно мелко порезать вот так вот чтобы жарить нам не больше 15 минут на наши сковородочки мы приготовим все в сковороде это такое очень быстрое и классическое такое диетическое блюдо но конечно не всегда надо использовать у меня просто кроме бедра ничего нет да бедро без кожи вот можно использовать и что-нибудь по помягче например грудочку выкладываем филипетра и даем без масла до без соли без ничего и даем ему немножко обжарится обжарилась наша курочка дала масло и кладем сюда фасоль фасоль у меня замороженная я положу примерно 300 грамм фасоли я забыла про свой обед смотрите фасоли нужно дать разморозиться после них и чуть-чуть обжарить вот после этого мы солим я и добавляем специи по вкусу я добавлю черный перец и я добавлю немножечко мускатного орешка вот и все готово и так я собираю свой обед я взвесила на тарелочку 100 грамм гречки у меня средняя десертная тарелочка поэтому некоторым кажется что у меня здесь больше чем 100 грамм вот специально поставила на весы и добавляю 200 грамм курицы с фасолью это блюдо уже сбалансировано по как сказать овощи да плюс мясо поэтому 200 грамм сразу то есть всего у меня на тарелочке будет 300 грамм это достаточно большая порция и вот это вот блюдо отличное в плане того как она насыщает как она как бы какую она сытость дает какой она дает объем вы еще попробуйте это все съешьте ну вот так вот это вам не маленький пирожок один на 300 калорий здесь придется поработать так вот у нас получилось 305 грамм возьму один кусочек откину вот ровно 300 грамм вот эту тарелочку съедаем на обед и получаем все что нам нужно друзья вы помните что у меня осталась вот такая вот масса для запекания яблок здесь орешки апельсины и мед и я решила приготовить ее на полдник я взяла одну морковку крупную весом 120 грамм сейчас я ее потру морковочка моя готова здесь 120 грамм выливаю свою заправку все перемешиваю очень вкусный салатик но сладкий практически десертный чтобы у меня здесь был полноценный полдник я добавлю сюда хлебушка хлеб у меня вот такой вот целебный с цикорием из пророщенного зерна так ну возьму один кусочек один кусочек у меня на 28 грамм вот такой вот у меня будет хороший сбалансированный полдник в общем мы не будем мудрить и на ужин доедим то что у нас осталось до обеда но немножечко так оживим нашу фасоль с курочкой вы помните что у меня от завтрака остался белочек его по разному можно использовать но я его вот использую сюда сделаю вот такую вот белковую заливочку до омлет добавлю и плюс я добавлю буквально 15 грамм сыра больше даже чтобы просто немножечко знаете для запаха скорее чем для для чего-то еще но не забывайте что сыр у нас очень калорийные и даже 15 грамм дадут нам ну порядка 50 калорий вот но это не страшно это не страшно мы впишем свою калорийность и получится у нас хороший такой вкусный ужин и так мой ужин фасоль с курицей один белочек 15 грамм сыра а вот это вот у меня салатик из дайкона я просто взяла дайкон это разновидность редиса вот такой большой зеленоватый редис потёрла его заправила оливковым маслом и посолила вот мне этот салатик нравится к тому же он желчегонный будьте осторожны да с ним если у вас особенно камни в желчном вот здесь у меня 200 грамм и здесь у меня 100 грамм будет хороший ужин у нас вообще сегодня получился отличный день большое количество было клетчатки белок углеводы все на месте так что берите на вооружение если захочется есть вот вы все съели но есть все равно хочется на днях консультировалась я с преподавателем ргсу врачом эндокринологом диетологом она сказала что кефир она разрешает всем своим пациентам тем кто не худеет с сахарным диабетом второго типа и просто с большим ожирением разрешает на ночь утром более хороший уровень сахара вообще хорошо и влияет в общем и пищеварение так что не стесняйтесь есть кефир еще она посоветовала такое блюдо как омлет из белков то есть только белки без желтка если хочется есть но и курицу курицу никто не отменял я себе всегда позволяю если очень хочется на ночь поесть курочку и того за день получилось 1541 калория плюс выпила 2 литра воды делая перерывы между едой и водой не менее 30 минут друзья пожалуйста поддержите меня лайком я старалась для вас и оставьте комментарий подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления всем хорошего дня